Гаражное строение расположено по улице Кирова. То есть, да, стояли гаражи, в том числе гаражи, как мы говорили, что они относятся... Хозяева у них уже исторически сложились, люди пожилого возраста, да? Ну и один из вариантов просмотреть те гаражи, которые действительно у нас уже нету собственников, и, соответственно, они построены самовольно, и они сегодня разваливаются, и создают общее нехорошее впечатление. Конечно, их надо убирать. Там, где, допустим, бабушка, дедушка, дай бог им здоровья, значит, живы-здоровы, живы-здоровы, ну, допустим, тогда нам нужно каким-то материалом попробовать их привести в порядок, в один стиль. Так, да? Что вот по тем гаражам, которые рядом были, между нашим домом, не домом, а помещением, которое Кирова-4, и вот там, помните, да, там, гаражи? Что можете сказать? Мы проанализировали, то есть никаких-нибудь разрешительных документов вместе с архитектурой не нашли. Выявили, что на два гаражных бокса имеется зарегистрированное право собственности, это 5 и 13, и один объект стоит на кадастровом учете, информации о праве отсутствует. Еще мы работаем вместе с БТИ, да, возможно, какая-то информация о собственности есть в БТИ, которая не содержится в Росреестре, поэтому мы до конца разберемся, есть ли право собственности на это ли? Ну, в любом случае, какое решение, Ольга Павловна, по поводу там, несколько гаражей, все равно надо в единый стиль приводить. Что там? Материалом, каким будем обшивать? Какой цвет? Ну, предварительно, Ольга Петрович, а ходили возможности побеседовать с собственниками? То есть, предпорядок, а главное, то, что не выявлено, то, что Николай, он сейчас доложил, потому что и собственники, и мы там не предупредили, мы просто не предупредили. Мысль в чем? Задача выявить собственников, проговорить, сказать о том, что дело... Ничего страшного, уже нет такого. Мы даем возможность собственникам, которых там уже исторически сложилось, я еще раз говорю, бабушка, дедушка живут, ну, здесь мы пойдем навстречу, и, как говорится, у них, может быть, из летних заготовок это все останется, единственный способ для жития, чтобы там огурцы, помидоры и так далее. Пойдем навстречу, нужно привести единый стиль. Сколько с такими собственниками проведена беседа? У вас все не проводите беседу? Все. Успами инфекторы, прогнозы и напомнились? Данга, бабушка, 80, сейчас вышел материал, скорее всего, это будет планировать материал. А, что листали? Ну, я обращаюсь еще раз, мы уже подрядным организациям здесь обращаемся, руководителю сферы, по крайней мере, и ДРСУ. Часть нагрузок берут на себя, конечно, хотя не предусмотрено, видом ли работ не определено, масштабом. Я еще раз говорю, обращаюсь, значит, именно руководителям организации. У нас есть гаражи, которые принадлежат, конкретно, людям старшего поколения, которые пожилые. Не можем мы сегодня, как говорится, сместить эти гаражи по морально-этическим нормам, да? Есть, как говорится, здоровые мужики, женщины, которые работают, да, по ним это незаконно убирают. Здесь можно сделать исключение и, как говорится, поймут люди. И вот в отношении именно людей старшего поколения, где гараж этот может быть плохенький, но является единственным местом хранения, необходимо там элементарно, допустим, более-менее провести порядок, либо шифтером прикрыть лицевую часть в сторону выкодячей на Кирово, либо краской покрасить серый цвет на определенный. Мы можем рассчитывать? Ну вот мы на тот штаб проводили, там, ну сколько, наверное, ну, гаражей, порядка четыре, наверное, четыре. Слышите, да? Поэтому за это спасибо еще раз говорю, но надо дальше работать. Вот те гаражи, которые, я сказал, выходят на проезжей части, мы собственники, которые у нас люди старшего поколения, и у них другого нет места для хранения. Вот один из вариантов.